Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и приготовим гречку со свининой. Простое, но при этом очень вкусное блюдо. Для приготовления нам потребуется 500 грамм свинины, я взяла лопаточную часть, большую часть жира я срезала. Вместо лопаточной части можно использовать шейную часть. Еще нам потребуется небольшая луковица весом 100 грамм, 100 грамм моркови, 450 грамм гречки. Из специй я буду использовать смесь перцев, чесночный перец. Вместо чесночного перца можно использовать сухой чеснок. Еще нам потребуется подсолнечное масло, соль и вода. Итак, мелко нарезаем лук. Так как ничего отдельно обжаривать не буду, лук лучше нарезать помельче. Морковь натрем на крупной терке. Осталось нарезать мясо. Мясо нарезаем не очень крупными кусочками, примерно вот так. На одной чаше мультиварки наливаем пару столовых ложек подсолнечного масла. Выкладываем мясо. Сразу же добавляем лук и морковь. Добавляем специи. Примерно пол чайной ложки я добавляю чесночного перца и пол чайной ложки смеси перцев. Соль добавляем по вкусу. Я добавляю 2,5 чайные ложки. Все это перемешиваем. Мясо, лук, морковь и специи с солью. Сверху высыпаем уже промытую гречку. Не перемешиваем. Перемешивать будем уже готовое блюдо. Заливаем это все 900 миллилитров холодной воды. Закрываем крышку мультиварки. В этой мультиварке я буду готовить на режиме суп. Можно готовить на режиме рис крупы 45 минут. Рис крупы тоже 45 минут. Через 45 минут блюдо будет полностью готово. Прошло 45 минут. Гречка готова. Теперь можно все перемешать. Вот такая гречка с мясом получилась. Вся жидкость успела выпариться, впитаться. Каша получается сочная. Мясо успело приготовиться. Если вы хотите, чтобы гречка в блюде получилась более сухой и рассыпчатой, берите 700 миллилитров воды. Я беру 900, потому что такую гречку у меня больше любят дети, чтобы она была разваристой, распаренной и она получается более мягкой и нежной. Привет! Вот как найти мой личный сайт, созданный для тебя. В любом поисковике набери рецепты в мультиварке и найди рецепты в мультиварке марина петрушенко. промультиварка.ком. Теперь, чтобы тебе легче было сохранять рецепты, зарегистрируйся на сайте и ты увидишь в моих рецептах появившийся сохраненный рецепт. В разделе главное ты можешь всегда выбрать любое блюдо и кликнуть на него, перейдя в рецепт. В рецепте ты можешь поставить лайк, написать комментарий и выразить свое личное мнение о блюде. Вот так комментарий будет отображен, а люди будут его лайкать. Как вы видите, здесь указаны все ингредиенты. Вы можете изменить рецепт, увеличив или уменьшив количество порций. А также ты можешь поделиться этим рецептом в любой социальной сети или просто скопировав ссылку, при этом сохранив его в себе в рецепты. Также в поисковике Яндекс ты можешь забить рецепты в мультиварке и найти мой сайт. Твои запросы рецепты в мультиварке, рецепты для мультиварки, мультиварка рецепты помогают поднимать мой сайт в поисковике, чтобы и другие могли найти его. На сайте огромное количество рецептов первых, вторых блюд, выпечки, каш, а также сайт будет пополняться рецептами каждый день, которые вы, как всегда, можете сохранить себе и не потерять их в будущем. На моем сайте в поисковике вы легко можете найти блюда по ингредиентам. Сейчас я вам хочу показать, чем удобен сайт для тех, кто любит читать и кто любит смотреть. Если в какой-то стране YouTube будет заблокирован, вы всегда сможете посмотреть видео у меня на сайте без VPN и увидеть результат готового блюда. В своей копилочке сохраненные рецепты вы можете удалять как по одному, так и все сразу. Не забывайте в браузере добавить мой сайт в закладки, чтобы не искать его потом. Повторюсь, что рецептов на сайте много, но если вам удобнее смотреть рецепты в мессенджерах, переходите по ссылочкам в мой Viber или Telegram. Второй рецепт. Мы приготовим ленивый ужин. Это блюдо меня выручает, когда нет времени или желания готовить курицу с рисом. Для приготовления нам потребуется 450 грамм риса, 500 грамм курицы. Курицу можно использовать как на кости, так и мякоть. У меня сегодня мякоть с бедрышек. Если вы будете использовать курицу на кости, тогда порежьте ее чуть помельче и готовить минут на 10 придется подольше. Еще нам потребуется 700 миллилитров воды, специи. Специи я беру приправу для шашлыка и гриля, подсолнечное масло и соль. Итак, нарежем курицу. Курицу я использую без кожи. Нарезаем не очень мелко, примерно вот такими достаточно большими кусками. Поэтому, если вы будете использовать курицу на кости, тоже нарезаем не очень мелко, но и не крупно. Вкус блюда определяет специи. Итак, мясо я выложила в чашу мультиварки. Добавляем чайную ложку специй с горкой. В состав специй входит красная молотая паприка. Если в ваших специях для гриля или шашлыка нету этой специи, лучше добавить дополнительно паприку. Можно добавить копченую. Добавляем соль. Соль добавляем по вкусу. Чайную ложку я добавляю на 500 грамм мяса. И примерно полторы чайной ложки я добавляю на рис. Добавляем пару столовых ложек подсолнечного масла. Не очень много. Ничего отдельно не обжариваем. Добавляем промытый рис. Обычно для этого блюда я беру вот такой рис для плова. А для обычного плова я беру пропаренный длиннозерный рис. Этот рис больше похож на круглозерный. Он в этом блюде хорошо сочетается с курицей. Мягкие дети его едят с удовольствием. Добавим 700 миллилитров холодной воды. Все хорошо перемешаем так, чтобы соль, специи все распределилось равномерно. Закрываем крышку мультиварки. В этой мультиварке я буду готовить на режиме суп. Можно готовить на режиме рис крупы. Уменьшим время. Нам необходимо 40 минут. Если вы будете готовить мясо на кости, тогда 50 минут. Время истекло. Вот что получилось. Такой рис чем-то напоминает ризотто. Он получается вкусный, сочный, пропитанный вкусом и ароматом курицы и специй. Обязательно попробуйте приготовить его и вы. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы первым получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok